привет всем знаете что тут подумал пока я жду тут свой абблтон мув которые мне не могут отправить уже три дня я не знаю я просто заказал и абблтон три дня не выходили на связь я написал письмо уж не дождался думаю может не так сделал пишут что они не справляются большая загрузка у них сейчас так вот пока я тут жду его я решил поделиться какими мыслями которые у меня возникли в процессе ожидания то я начинаю уже как-то примерять этот девайс в свой сетап думаю как вот можно его интегрировать я сначала думал просто взять попробовать его и использовать какое-то время чтобы понять вообще что это такое изучить скажем так но сейчас я понимаю что скорее всего этот девайс студии у меня останется что он будет какую роль тут будет занимать это непонятно но я хочу немножко поспекулировать на такую тему что вот мы же все получается покупаем грубокс для того чтобы нам было интересно и весело создавать музыку ограничение грубокса порождают креативность и все вот это вот такое нам нравится очень использовать эти девайсы но когда речь заходит до того чтобы сделать трек например чтобы сделать релиз ну или в конце концов чтобы он был может быть не релизом но каким-то какой-то композиции которую вы хотите поделиться с миром то чаще всего это не доходит до этого состояния многие просто этого не делают я скажу честно то что свой релиз который я делал я делал полностью на digit акте и black box и два из этих трек аранжировку я допиливал в болтане а два из них я записал просто скажем так джем и там где джем мне нравится больше потому что он действительно живее то есть игра на инструменте важный вообще элемент когда ты записываешь ту или иную музыку особенно если в этой музыке очень много такого монотонного и зависит от человеческого фактора например когда мы что-то крутим там автоматизацию потому что все вот эти ровные автоматизации это понятно не дают развитие но живость получается по крайней мере я про свою музыку и говорю вот у меня получается более живее когда я где-то там не вовремя отключил снэйр или там кик не вовремя запустил вот эти вот такие шероховатости в музыке они дают более интересный результат вот полгода мы уже ждем овербридж вот этот мост между если мы сейчас сравниваем в контексте digit акт например и я был там муф ну немножко вот в параллель можно затронуть если мы будем сравнивать то вот этот мост овербридж он так и называется перехода из групп боксов и болтан life он лишен некоторых моментов первый из них это стандартизация уровне громкостей когда я записываю в бридж у меня то тише то громче запишется нет какой-то стандартизации я тут создался шаблон уже в болтан life я сделал там подвесился чейн на первый канал в общем я под запарился на самом деле сделал темплейт чтобы сразу писать в болтан и уже у меня как бы минимальный вот этот момент настройки между записью и игрой на груббоксе был но он все равно был и я потратил на это много времени нужно было там подравнивать по громкостям например если вы синтезаторы всегда по уровню громкостей подстраиваете то например барабаны я не всегда хочу это делать я всегда хочу мясо примерно стандартный кит всегда в барабанах не хочу тратить на это время тут мне приходилось это короче делать потому что в дидже такте например ли в каких других врубоксах у нас нет никаких единиц измерения у нас есть там 127 условно но там нет децибел я не могу понять как не сделать каких-то минус 6 децибел только на слух да я тут делал такую стандартизацию тоже об этом не рассказывал сейчас расскажу я короче настраивал громкости пытался вычесть сколько примерно 10 там например поинтов этом примерно сколько там это децибел около 1 там например да получалось и потом просто сохранить условно это в кит и каждый раз это кита начинает на что если вы хотите начать с нового кита хотите поэкспериментировать в этот момент вам придется все заново как бы условный этот кит настраивать в общем какая-то странная история случае же например с и болтон мув который у меня еще по-прежнему нет но я думаю о том что когда вот эти киты перекидываются в проект в болтона они имеют определенную громкость уже на заранее настроенные то есть у нас пропадает вот это вот момент с аудиозаписью как таковой да у нас остаются синтезаторы непонятно некоторые какие-то сэмплы но те стандартные звуки которые мы в ките можем использовать они в принципе лишены настроек то есть они уже настроены и вам не нужно принципе об этом думать мне кажется что здесь сокращается вот этот вот барьер я не знаю насколько вы сейчас почувствуете ту информацию которую хочу вам донести как пользователь девайсов которые по своему продолжению потому чтобы они были реализованы должны переходить в dw и там как бы допиливаться или нет но я хочу сказать вот что что если мы шагнем шаг назад когда нам не нужно вот делать более сложный скетч чтобы потом более сложно его перекидывать в болтон лайф то есть например настройки с отчейна например а какая-то реверберация и дилей которые не пишутся поканально а как send return только отдельные вот эти вот настройки между звуком на канале звуком send return на баланс между этими громкостями его так или иначе приходится настраивать если это все будет заранее настроена в эффектах которые также откроются в программе болтон эти же эффекты там уже будут вы представляете насколько близок вот этот вот контакт между скетчем и треком конечно же связка dw игру бокс от этого dw скорее всего выглядит более привлекательным да там нельзя сделать сложный какой-то скетч например там нельзя делать какие-то сложные эффекты которые можно делать в грувбоксах в перформативных боксов скажем так ну а нужно ли это вообще делать на стадии когда вы делаете скетч играя с грувбоксом то есть нам по сути нужен девайс которым мы будем держать в руках который мы будем чувствовать как-то музыкально набрасывать скетч и потом уже доделывать его в болтон life например и вот этот порог он как будто бы должен быть чуть-чуть раньше этот скетч тут не должен доводиться до финального состояния когда мы делаем это например в тех же грувбоксах мы хотим чтобы там полноценно трек звучал потому что у нас нет возможности перескочить в dw очень просто нам нужно сделать там полностью трек потом туда переходите там уже дорабатывать и получается какая-то такая двойная работа может быть я конечно сейчас слишком упрощая все эти процессы но это мысли основанные на моем опыте если мы этот скетч перенесем заранее например не будем там как-то его усложнять но при этом какую-то конструкцию он уже будет обладать мелодия басы что-то типа того может действительно этих четырех инструментов будет достаточно и переход будет проще и может быть в этот момент мы будем понимать что вот этот скетч готов быть с треком мы его просто переносим и начинаем доделывать то есть чуть-чуть раньше но при этом этот скетч будет нормально звучащий для того чтобы похвастаться друзьям отнести его в кафе поиграть с кем-то джем записать при этом какую-то рилз и все такое то есть возможно грубоксы должны быть именно такие еще на тему того какие должны быть грубоксы мне кажется что я может быть слишком много хочу конечно но мне кажется что вот такой грубокс который можно самому настраивать во-первых ты вы каждую дорожку можете выбрать это будет драмки это 16 сэмплов там или это будет басовый только четыре басовых могут быть синтезатор то есть два чувака встречающиеся такими эболтон мувами один говорит я буду только барабаны а второй год я буду только бас и они могут скажем так это синхронизировать друг другом при этом выставили тональности полностью у трека что позволяет делать эболтон в плане музыки тут конечно очень много свободы вы просто договариваетесь о тональности начинаете джеймить по моему это весело в отличие от того когда вы просто будете тюнить сэмплы и весь этот процесс будет ну он занимать будет какое-то время и музыка будет не совсем музыкой пока вы это все настраиваете тут же сразу у нас есть договоренная какая-то система координат то есть это тональность скажем так гамма в которой мы можем двигаться по моему это круто и ну и что самое интересное эти киты их можно настраивать в эболтоне то есть например у вас есть там 8 макросов которые можно настроить на кит параметры вы можете создать свой собственный кит какие именно макросы будут управлять синтезатором там wave table и уже его закинуть в вновь и там управлять вашими параметрами это может быть в фолдинг или это может быть фильтр может фильтр кому-то не нужен кому-то атака нужно еще такое то есть вы понимаете о чем идет речь речь идет о кастом на углу в боксе мне кажется что когда мы сможем загружать в такие грубоксы которые будут выглядеть как контроллер но мы в него загружаем свой кит и не только кита именно из чего он будет состоять из каких инструментов что в них будет управляться мы приближаемся к тому что мы просто можем настроить свой в бокс который будет отвечать всеми нашим потребностям если у компании эболтон это получится но кроме как эболтон кто сейчас может предложить какая diw предлагает вот такой грубокс мне кажется что это шаг в какую-то другую плоскость вы как думаете я очень буду ждать ваших комментариев и размышления на эту тему что вы думаете по поводу переноса вообще как много у вас треков в грубоксе которые остались так и остались грубоксе и не перешли в треки насколько вообще продуктивного работать с грубоксом пишите пожалуйста это будет очень очень интересно для меня ну и последнюю мысль я сейчас закончу есть такой момент когда вы готовитесь к лайву например вот в вашем грубоксе там 64 паттерна которые вы используете на треки писали там да а в лайве вам нужно сыграть 16 вам нужно копировать там с первого я на опыте диджитакта с первого банка а кидайте в банк б чтобы на б например настроить лайф вы перекидываете перекидывать а если у вас несколько девайсов то еще и в других девайсах нужно тоже все это коллекционировать скажем так в определенном порядке чтобы играть лайф а тут у нас есть такая штука как транспорта вот этих вот сетов сет в данном случае это трек у нас есть 32 слота в котором мы можем загрузить любые сеты если мы просто берем наши там мы пишем треки эти сеты до до пит допиливаем их в болтане и потом просто собираем life и и берем и собираем life из этих определенных сетов которые нам нужны единственный что момент из болтана прямо сейчас нельзя полностью перекидывать вот готовый проект в мув обратно можно а вот туда нельзя сейчас но это связано с тем что простой болтана больше возможности быть может какие-то определенные настройки именно тех синтезаторов которые создали для мув специальные в версии 12 1 в болтане они уже доступны это вот новый драм сэмплер там какие-то всякие штуки добавили в него то есть это отдельные инструменты которые были созданы для мув может быть если из них создать то может быть и перекинется но может быть какие-то будут ограничения не знаю надо этот момент тоже изучить я хотел сказать вот о чем вот представьте что у вас есть скетч который вы разложили у вас там есть уже какая-то аранжировка у нее есть по четыре вариации у каждого трека вы можете играть его в лайвом в принципе он будет сыро звучать дальше вы докидываете его в болтан там его допиливаете делаете релиз выпускаете этот трек а потом вас зовут играть с лайвом и вы тащите не трек диджейский свой а тащите вот эту свою заготовку которая была играете и лайвом потому что когда я посещаю лайвы я всегда очень хочу посмотреть как мысль музыканты чем сырье life чем он оригинальный без какой-то вот предварительной записи скажем так никогда просто стема запускают тем он интересен для меня как для музыканта когда рикардо вела лобос и макс ладербау играли свой life они играли как бы свой альбом и это было настолько сыра насколько можно было себе представить представьте когда ваш любимый музыкант он не с группой а приходит например с гитарой к вам на кухню там и поет песню которую вы слышали где-то на концерте или 0 на радио не знаю где там сейчас музыку слушать на спотифай и вы слушаете его как он ее исполняет живую по моему это самый настоящий лайв то есть тут еще вот какой момент возможно лайвы будут другими они будут более интересными и ты будешь слышать заготовки то есть тут очень много с разных сторон можно оценить как бы этот подход но он определенная заслуживает своего внимания конечно если только этот мув не обладает какой-нибудь там дурацкой задержкой и он просто не способен к тому чтобы стать нормальным грувбоксом я пока сейчас эти вопросы все отметая потому что я как будто бы доверяю компании был том что они не могут облажаться и их факап конечно приведет к тому что люди будут отказываться от их продукта я думаю что они все взвесили надеюсь и этот девайс действительно крутой и вот эти вот штуки которые нам предлагают с помощью этого девайса то есть быть и при этом грувбоксом и также переходить в продолжение записи треков в компьютер мне кажется что тут есть какая-то классная философия помимо вот этих вот лишних мостов ну в данном случае мост звучит как как костыль вот но так и есть на самом деле когда мы используем что-то другое я имею ввиду другое программное обеспечение в других dw задержки все такое посмотрим как это будет работать очень хочется верить то что в этом есть большой потенциал ну и собрать свой кастомный игру в бокс недалеком будущем мне кажется это мечта любого музыканта который хочет играть свою электронную музыку не мышкой не контроллером инструментом вот чем я хотел сегодня с вами поделиться буду рад услышать ваше мнение до скорой встречи пока